Отправляясь в путь, наши герои не знают, что их ждет, но они решаются на этот шаг. Звучит музыка. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я приехала из солнечного Ташкента. Я выросла в очень богатой семье. Вот вы в детстве какими игрушками игрались? Деревянными? А у меня дом был большой, 29 комнат. И в одну комнату мешками деньги приносили настоящие. Мы их с братьями по номиналу раскладывали и в стопочки, и на скорость, кто выше башеньки построит. А деньги, думаете, деревянные были в 80-е? Нет. Зеленые. Доллары. А потом мои родители взяли и развелись. И моя мама, как настоящая гордая восточная женщина, сказала, мне ничего от мужа не надо. И вы представляете, мы переехали жить в такую крупную маленькую квартирку, а вам при этом всего 13 лет. Представляете, вот это чувство, когда у тебя все было, и вдруг ничего не осталось. И, помню, мне так страшно было, я стелила матрас в ванной, закрывалась на шпингалет внутри и просто там спала. Да потому что страшно мне было. Ну вот это, знаете, чувство, амбиции, ощущения, когда ты привык хорошему с детства, они мне внутри остались. И мы потихоньку вставали на ноги, мама пахала с утра до ночи, чтобы прокормить нас, своих троих друзей. Знакома наверняка вам многим. Я усердно училась, поступила на бюджет. У меня два красных диплома Национального университета французской филологии. Президентка, степендианта. Я работала в международных организациях. Правда, где-то волонтерам. Где-то платили, где-то нет деньги. Так это все было не очень серьезно. И поэтому мама насобрала денег и решила отправить меня в Швецию к родственникам. В надежде, что я там как-то устроюсь. И вот, за несколько дней до моего отъезда, мама встречает и знакомится с женщиной из Туркменистана. Та дала ей листовку. Ну вот, как нам с вами обычно возле метро, на улице же дали, да, вот, бросаем их там, их обычно выкидываем. А мама моя женщина, культурная, бросать не стала. Приходит домой такая и говорит. Гульфиюжа, слушай, такая женщина красивая. Она, наверное, Богом нам послана. Ни в коем случае в нашей жизни мимо пройти не должна. Давай, сходим, послушаем. И бла-бла-бла-бла-бла-бла с утра до ночи мне все говорит, уговаривает. И смотри, название фильма-то какое французское. Фа-бе-лик. Может, и там работать переводчиком сможешь. Конечно, она знала, что это сетевой. И никакой не французский. Просто так она хотела меня заманить. Ну, короче говоря, пошли мы на эту презентацию. Села я на самый последний ряд. Вот прям как вы приблизительно там сидите на заднем ряду. Сижу, значит, такая злая. Ничего не верю. Ну, вот вообще мне ничего не нравится. И я такая сразу говорю. Нет, я этим заниматься не буду. Я же филолог французского. Да и вообще мне скоро уезжать в Швецию. Так вы понимаете, я улетела, а они взяли меня и подписали. Знаешь, что фишечка? А мне тоже всегда хотелось красивой жизни, богатой. Квартиру, машину. Отдыхать, ездить за границу. Путешествовать. Я из маленького поселка, который находится под Луганском. Работала учителем в школе, тренером. Профессионально занималась спортивным ориентированием. Три года выступала за сбором на Украине. Попробовала себя сетевом. Но результата не было. А затем в нашем регионе начались все эти военные события. Мы остались без жилья, потому что наш дом пострадал. И переехали в отъемную квартиру в Луганск. В этот же период я ухожу в декрет. Но мысли о том, что нужно менять что-то в жизни, и сам уровень жизни не покидали. А с трудным ребенком на руках я понимала, что это можно сделать только в сетевом. И здесь мой выбор пришелся на компанию Фаберлик. Я изучила маркетинг-план и поняла, что это выгодное предложение. А еще я понимала, что это российская компания, и она будет здесь работать. И я зарегистрировалась. Ой, Людка, ой, Людка! А я-то в Швеции месяц пробыла. Как мне там не понравилась холодная и невыносимая. И люди такие холодные, безэмоциональные. В общем, не нашла я там себя вообще. Думаю, деловая такая. Сейчас приеду в Ташкент в посольство работать, устроюсь, переводчиком года. Ну или в международных организациях карьеру сделаю. Возвращаюсь, а мама берет меня и в офис Фаберлик за личным заказом отправляет. Ну понимаете, что я куда деваться. Прихожу в офис, забираю свой заказ, и тут мне оператор говорит. Подождите, Бульфиар, у вас заклада вышла 18 тысяч сумок. А это 10 долларов. Подождите, я ничего не делала. Откуда деньги? Это ваш компьютер, наверное, ошибся. Проверьте, мне чужие деньги не нужны? Да нет, это ваши деньги. Я тут уперлась, как баран, и говорю. Заберите, не нужны мне эти деньги. А они мне говорят. Подождите, спросите у кого-нибудь из директоров. И тут я начала в офисе ко всем приставать. Расскажите, откуда вы взяли эти деньги? И тут мне говорят. Ты, наверное, о кого-то подписала? Они что-то купили, а тебе заплата вышла. Оказывается, это моя мама подписала своих подружек, они сделали заказы, и у меня получились баллы. И тут мне как ньютону на голову... Что там было? Яблоко упало. Я сижу и думаю. Ничего не сделала. 10 долларов получила. А деньги капец, как нужны были. А если я что-то начну делать? Так, что нужно сделать, чтобы заработать 1000 долларов? И вот так я попала в сетевой. А я просто начала делать то, чему научилась в любой компании. Активно работать и регистрировать новичков. Работала в основном через интернет. И, кстати, в отличие от той компании, я была приятно удивлена. Я здесь человека регистрирую, он оформляет заказ и приходит за ним повторно. Людям нравился продукт, и они оставались. Понимая, что для того, чтобы рост был быстрее, нужно совмещать еще несколько методов. И я начала выходить работать с промостойкой. Вот представляете, стою я, учитель, тренер, мастер спорта, раздаю каталоги. Мимо идет одноклассница с мужем, смотрит на меня и говорит, ты что теперь, вот этим занимаешься? Вы знаете, я говорю, пич гордо, отвечаю, да. Вы знаете, эти взгляды, взгляды на которых ноги ломаются. У меня этого не было. Я знала, что сейчас я поработаю и обеспечу себе достойный доход. Я знала и понимала, для чего нужно преодолевать сложности. И зачем я это делаю? Ну, сейчас вот просто обычным человеческим языком расскажут, что делать-то надо, как мне объяснили. В общем, мне сказали, нужно приводить людей, чтобы они тоже приводили людей. И те люди приводили других людей. Все просто, окей, думаю. Но вопрос, а где этих людей брать? И самое очевидное, наверное, брать так, где мы с вами чаще всего бываем. А где мы чаще всего с вами бываем? В общественном транспорте? Автобусе? Правильно. Метро. Метро, так метро, решила я. Вы знаете, у нас тогда был карандаш для кутикулы. Вот он и сейчас у нас есть в каталоге. Берете, значит, карандаш, заходите в вакон, садитесь рядом с любой девушкой. Так, неизначай, обрабатываете свою руку. Каждая, естественно, обращает внимание. И вы такие говорите. Ой, здравствуйте. Знаете, я на косметологу учусь. Мне нужна практика. Отдайте свою руку, пожалуйста. Быстренько обрабатываете руку, сравниваете со второй. И каждая у вас спросит. А что это? А, это фаберлик. Вам интересно? Хотите, приглашу вас на встречу и все вам там расскажу. Обязательно возьмите номер телефона. Мне, честно сказать, очень многие отказывали. Кто-то давал неправильные номера телефонов. А кто-то приходил и регистрирует. И так, каждый день с 9 утра до 4 я ездила в метро. С 5 до 9 я в офисе проводила презентации. И за месяц такой усердной работы я написала 300 человек. И тогда я поняла, что подписывать людей в компанию, но очень легко. Намного, гораздо сложнее их удержать. И сделать так, чтобы они приводили за собой других людей. Мы стали думать, что делать. И мы начали проводить мастер-классы. Моя подруга, косметолог, рассказывала о продуктах. А я рассказывала о бизнесе. Честно, мне было сложно. Потому что наставника моего рядом не было. Честно, и в офисе-то меня не очень сильно жаловали. Я ведь чужаком была из туркменской структуры. Но, тем не менее, за 2 месяца я открыла статус старшего директора. Я работала круглосуточно. Помню, тогда акту объявили на поездку в Италию. Я перевыполнила ее в 11 раз. Сам Томаков мне в Италии на сцене цветы вручал. Помню аромат этих прекрасных лилий до сих пор. И вы знаете, этот аромат у нас только внутри во мне остался. Приезжала я такая радостная. А муж, мой будущий, с которым я уже знакома была, увидев это все, мне говорит, Так, что-то это мне не нравится. Ну-ка, давай выбирай. Или я, или фаберлик. Девчонки, представляете? У меня сердце в пятки упало. Стою, думаю. Хорошо. И отвечаю ему. Дорогой мой, Тебя я люблю очень сильно. Но, похоже, себя я люблю чуточку больше. А уже тогда, Патерлик и я, мы были одно, единое целое. Ну, не переживайте. Все в порядке. Мы уже больше 25 лет вместе. У нас две прекрасные дочери. Старшая, чемпионка Узбекистана по гольфу. А младшая, прямо сегодня, сейчас, на азиатских играх за страну, участвует в Большом Теннисном Турнире. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что тогда он понял, для чего я все это делаю. Да для того, чтобы мы ни от кого не зависели. Чтобы мы могли помогать своим родителям, путешествовать. Чтобы у нас машина своя была, дом свой был. Ну, все, что мы захотим. За два года я выросла 13 директоров в первой линии. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ездила на Кринлянску, на Кринлянску, в Кринлянску. Мне машину в Аберлик подарил. Я пришла в топ-состав с огромной структурой. И вот однажды, в один день, как всегда, я прихожу в офис, а офис опечатан. А в наш регион вообще доставки не было. Для того, чтобы забрать свои заказы, нам приходилось ездить за 60 километров от Луганска, проходить границу и забирать заказы на компетах выдачи. Поначалу ездил муж. Когда перестал справляться, помогать начала свекровь. А когда обороты еще увеличились, уже приходилось ездить и мне. Мы брали ребенка, садили его в кенгуренка и на автобусе ехали до границы. Переходили таможню пешком, далее на автобусе и до кухтовой дачи. В сумке складывали заказы, несли и ребенка, и заказы. Мне очень многие говорили, что я с головой не дружу, потому что таскали с собой ребенка по таможню. Постепенно команда выросла еще больше. У нас появились люди, которые помогали нам носить заказы. И вот представляете, приезжает полторы тоннных заказов. Держатели и руководители пункта выдачи есть? Полторы тонны. Представили себе, как это выглядит? И вот эти полторы тонны нужно было перенести через таможню. Один человек нести может килограмм 15-20. А еще это нужно было все разложить так, чтобы не было ничего одинакового. Две бутылочки шампуня или другого какого-то одинакового средства мы не могли положить в один рюкзачок. Нужно было обязательно разложить по разным местам, чтобы нас на границе на таможне как можно раньше как можно меньше терзали и трепали. И как вы думаете, сколько времени у нас на это уходило? И вот обычно два-три дня и все уже было в Луганске. А затем, когда это все приезжало, все начиналось точно сюда наоборот. Теперь мы из этих рюкзачков, сумочек, пакетиков все доставали и складывали по накладным для того, чтобы отдать людям. офис опечатан. Вы представляете, стресс какой! Мы звоним всем подряд, ни до кого не можем дозвониться. Тут нас собирают и говорят компанию проверяем. Но не переживайте, у нас все официально, все чисто, просто нужно подождать. Компанию закрыли. И вот так в один день все остановилось. Иногда такое отчаяние накатывало, особенно, когда заказы безвозвратно конфисковывали на таможне. Когда людей трепали, дерзали, не пропускали, и мы ни есть, ни спать не можем, ждем, когда они пройдут. мне казалось, что я уже не смогу нормально работать, потому что все мои силы уходят на организацию доставки. Людмила, я тебя так понимаю, люди уходили, уходили в другие компании, ну всем же что-то нужно есть, нужно же детей своих кормить. А я что? Я им только говорила, идите, но когда Фаберлик откроется, имейте в виду, что мы есть. Из моих тридцати-пяти директоров осталось только трое. И вот идти мы, значит, с ними перезваниваемся, и только один вопрос в голове, а что дальше? Хорошо, мне мой муж тогда помог и говорит, ну давай, раз работы у нас нету, будем делать с тобой детей. Так мы сделали и жили на накопленные деньги. Такие моменты сложные. Я всегда вспоминаю слова Розы Хальдюгиновой, которые я в Турции услышала. Делайте, как делаете. Потому что бывают моменты, когда мы что-то не доделали, или могли сделать лучше, и начинаем себя за это ругать, корить. А не нужно так. Не нужно уходить в минус. Нужно делать, как делается. Я понимала, что я не могу бросить, ведь за мной уже была большая команда, и это ответственность перед теми людьми, которые за мной пошли. так мы прожили шесть лет. Заказы, таможни, разбираем заказы, собираем. И когда мы хорошо настроили доставку, все работало слаженно, у нас в команде начался рост. И в начале прошлого года я открываюсь серебром. Через девять месяцев компания открывается. Оп! Байрам у нас наказался. Мы на конец серии шашки подняли. Ю-ху! Байрам! Стали обзванивать всех директоров, лидеров. Идемте, идемте, Фаверлин открылся. И вот так работаем месяц, два, три, четыре. И потом нас опять закрывают. Такая злость внутри. мысль была, честно скажу, лучше бы вообще не открывали. Началась спецоперация. Представляешь? Муж принял решение идти служить. И я не смогла его отговорить. Он неделями выходил на связь. И я ждала звонка. Просто голос услышать и знать, что жив, что здоров. В такие сложные моменты я понимала, что нужно держать в руках, что нужно направлять все силы в команду. Но я не ездила, не спать не могла. И, конечно же, товарооборот падает два раза. То серебро, которое было открыто, уже не серебро. я охватила полное отчаяние. Людмила, я тебя так понимаю. У меня были гиги, когда я телефон даже в руки брать не хотела. Вот знаете, вот вижу звонок и трясет меня. Мне физически плохо. Да потому что я не знаю, что этим людям ответить. ждите, все будет хорошо, мы официальная компания, только подождите. Но вы же понимаете, опять почти все ушли, кроме тех моих трех директоров. А внутри такой страх сидит, знаете. В таком разбитом состоянии я поехала на тренинг в штагандрок, который проводил Руслан Ситюнер. И знаете, он там такую вещь сделал, он спросил, вы хотите быть бриллиантами? Вот вы хотите быть бриллиантами? А как давно вы были в ювелирном магазине? Давно. Так вот пойдите и купите себе украшение с бриллиантом. Знаете, я на следующий же день поехала и купила себе кольцо с бриллиантом. И вроде вы видишь, какая простая. А у вас как будто цель перед глазами. На тренинге я зарядилась энергией и по приезду домой начала делиться ей с командой. Когда компания заново открылась, я просто морально не могла восстановиться. Внутри жил тот страх. И я думала, он навсегда останется с нами. Три года были в ожидании. Знаете, такой проверки. И за эти три года я увидела, как руководство обезопасило нашу работу. Они стали спрашивать, чего мы хотим, интересоваться. И тут я поняла, что расти поодиночке будет сложно. Нужно объединяться все вместе. А у нас в Узбекистане такие классные сильные структуры параллельные есть. И я предлагаю топ-лидерам объединиться и проводить обучение для всех консультантов. Спасибо. Они поддержали мою идею. И так родился наш проект Академия Лидерства. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В этом проекте объединились все лидеры. Мы забыли про свои какие-то амбиции, знаете, про свои обиды. Мы оставили все в прошлом. Мы объединились вокруг одной цели заново поднять имя компании и расти самим. И так было здорово. Мы проводили каждый день встречи, план писали, обучение. Каждый каталог на 300-500 человек оффлайн проводили обучение сильнейшие лидеры. И руководство пошло нам навстречу. Нам разрыгали поездку за границу для простого директора. Все это дало шикарные плоды. В первый же год у нас выросло по 17 директоров. А на следующий год их уже было 65. и этот проект дал мне мощную силу и мотивацию. Потому что когда ты мотивируешь других, ты мотивируешься сам. Вы знаете, я на тренингах так вкусно рассказывала про компанию, про ее возможности, что сама вспоминала, как ездила в Париж, в Италию, в Финляндию, как мы в загородном клубе на яхте с Алексеем и Чаемом ужинали. Знаете, этот салют в Москве в мою честь. И я сижу и думаю, так круто было, а ведь может стать еще лучше. И мне было стыдно не делать результат. Потому что если вы не сделаете, не подкрепите свои слова действиями, вам никто верить-то больше не будет. В 2017 я восстановила свой бриллиант, а уже в следующем году открыла элит. Только бонус о развитии я получила 3,5 миллиона рублей. Теперь мы организовывали доставку к женским коллективам. Мужчин-то у нас за пределы республики перестали выпускать. Конечно, многое не успевалось, но все свои силы и энергию я направляла на работу с командой. От нее тоже чувствовалась поддержка и взаимопонимание. Мы стали еще активнее работать. И когда нас присоединили к территории России, вы знаете, лидерский состав собрали на лабинар и объявили, что в ближайшее время к нам планируется доставка. Теперь заказы приезжают к нам напрямую, и нам очень быстро открыли пункты выдачи. Фоберлик сейчас это первая и единственная компания, которая вошла и официально работает в нашем регионе. Коллеги, друзья, нам с вами надо понимать, что жизнь это движение, это всегда какие-то перемены. То ты падаешь, то ты поднимаешься. Вот нас в Узбекистане каждые полтора-два года полбасит. То цены поднимут в три раза из-за курса доллара, то товара вообще нет, то конкуренты. Но нам уже все равно. У нас, знаете, после этих клуб за третий такой иммунитет образовался. И, как говорила моя мама, страшно не упасть, страшно не подняться после падения. И вот если нас не закрыли, значит все классно. Можно работать дальше. А я тебе говорила, что я все время вперед бежит. так вот, как только нам наладилась доставка, нас в регионе люди начали активно регистрироваться. И просто такой начался бешеный. И мы перестали работать как логисты и начали работать как лидеры и директора. Проводить обучение, встречаться с командами, уделять больше времени новым растущим лидерам. И в конце года я открываю бриллианты. Все в наших силах и все возможно. Главное знать, для чего мы это делаем. Я всегда знала для того, чтобы моя семья, чтобы мой ребенок были обеспечены. Для того, чтобы я могла позволить ему кружки, дополнительные занятия, спортивные секции. И у меня это получилось. Я иногда смеюсь, говорю, что он сам себе на это заработал, потому когда я его еще по таможне носила. Я купила новый автомобиль из салона, еще одну квартиру. Мы начали ездить отдыхать за границей. И я точно знаю, что все лучшее еще впереди. Впереди новые статусы, новые достижения и новые яркие истории. АПЛОДИСМЕНТЫ, 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 Продолжение следует...